В вопросах планирования бюджета или ведения бизнеса мы опираемся на интуицию и опыт, но иногда хорошим инструментом может стать прогноз. Кто-то доверяет астрологии или гороскопу, а кому-то по вкусу прогноз более точный, экономический. Впервые в Челябинске состоялась бизнес-конференция, посвященная финансовым тенденциям 2017 года, веб-вещание с которой велось одновременно на 30 стран. Самые интересные тезисы в нашем сюжете. То есть если раньше крупномасштабные финансовые конференции такого плана, как сегодня, проходили ранее только Москва, Екатеринбург, Казань, Санкт-Петербург, то сейчас Челябинск, он выходит на передовую и сегодня в Челябинске конференция проходит не случайно. Дело в том, что Челябинск это один из самых активных инвестиционных регионов, а сегодня приехали уникальные эксперты. Это и ведущие эксперты-аналитика телеканала «Эрбокап», и приехали региональные управляющие с различных независимых инвестиционных центров. Товары группы люкса, особенно те, которые не амортизационные, то есть не машины, не дубленки, а, например, золотые сливки, например, кольца, например, дорогие часы, они покупаются, что называется, в лонг, с целью сохранить актив. В случае же, когда есть свободные средства, то можно ими распорядиться, в том числе в инвестиционных целях, то есть попробовать их преумножить. Все зависит от профиля риска человека, все зависит от его дохода, от того, какими средствами он располагает, и от горизонта его планировать. Потому что если человек покупает и держит, и ему менее важна доходность, чем сохранность, то, наверное, правильнее приходить на облигационный рынок. А если человек более профессионален, и он понимает, что он делает на рынке, с каким инструментом, у него высокий профиль риска, высокий азарт, то он может прийти на более рисковые рынки. Кризис заставил многих активизироваться в экономическом плане. Кризисы – неизбежная фаза развития рыночной экономики. И всякие кризисы – это новые возможности. Те люди, которые проявили экономическую активность, они, в общем-то, сознательно или подсознательно, может быть, там поняли, что нужно что-то делать. Может быть, просто жизнь заставила двигаться в этом направлении. Поэтому я считаю, что те, кто сумели выжить в кризис, они получили новые возможности, потому что они идут впереди тех, кто потом придет в те ниши, которые они уже начали занимать. Сейчас, да, сейчас реально фаза стабилизации. То есть условия были созданы для того, чтобы на фоне того отсутствия импортных товаров, которые поступали к нам, да, появились новые товары, которые замещают импортозамещение. Сельское хозяйство очень хорошо поднялось. Я думаю, что в этой фазе нужно просто более активно развиваться. Просто нужно использовать эти возможности. Ну, с учетом, конечно, всех нюансов нашего российского, так скажем, эстеблишмента, менталитета, коррупции и всего прочего. Потому что есть много очень препятствий, которые приходится, к сожалению, преодолевать бизнесменам. Но, тем не менее, я считаю, что нужно использовать возможности, нужно развиваться. И просто сейчас будет этап роста. Вот те, кто выжил, они получили хороший такой трамплинчик в будущее. Нужно просто стабильно развивать. Когда-то, через какое-то время будет новый кризис. Но он будет еще там, может быть, лет через семь, через десять. Вот семь-десять лет надо развиваться, двигаться вперед. Мировые процессы неизменно отображаются на кошельке каждого из нас. А потому быть в курсе событий или даже их предсказаний не будет лишним каждому из нас.